В преддверии профессионального праздника сотрудников полиции в Фромтовском районе состоялось торжественное мероприятие. Стражи порядка, проходящие службу в органах внутренних дел района, были награждены. Коллективу вручили автомобиль, а молодой семье – ключи от квартиры. Главные герои этого торжества – стражи порядка. В канун их праздника сотрудникам полиции Хромтовского района вручили благодарственное письмо Акима района. Награды начальника департамента полиции. Также коллективу подарили автомобиль. В Хромтовском районном отделе полиции сегодня работает 131 сотрудник, включая семерых женщин. Департамент полиции Хромтовского района был основан в 1938 году. Тогда это был Новороссийский район. Назывался департаментом внутренних дел. В 1965 году, когда был основан Хромтовский район, департамент переехал сюда. После стал базовым центром. Личный состав насчитывает 131 человек. Департамент полностью оборудован. Имеется нужное оружие – транспорт. В мероприятии приняли участие Аким района, члены Совета ветеранов областного департамента, группа людей старшего поколения, ранее возглавлявших районный отдел внутренних дел. Сегодня совсем другая жизнь. Вы живете в другое время. Вас наградили, подарили квартиру. Пусть в ваших семьях царит благополучие. Народ большой, нужно следить за порядком. Большое спасибо за вашу надежность, за помощь гражданам. В первую очередь воспитание должно начинаться в семье. Нужно воспитывать детей. Аким район отметил, что профессия полицейского нелегка, но почетна. Работа в полиции – это очень необходимый и отважный труд. Вы должны следить за общественным порядком, обеспечивать права и свободу граждан, бороться с преступностью. Каждый день вы тесно работаете с гражданами. Ваш упорный труд непременно высоко оценивается. От имени Акиматы руководители Хромтауского районного отдела полиции семье Ербола Алиева была предоставлена квартира. На службу в органы внутренних дел он поступил 6 лет назад. С 2015 года работаю инспектором в патрульном подразделении в полиции Хромтауского района. Хочу сказать, что работать в полицию приходят только стойкие люди, которые делают своей главной целью – сберечь спокойствие граждан. Участникам торжества был презентован стационарный блокпост на входе и выходе из района. Ведь в районе, где проживают около 46 тысяч жителей, стало больше посетителей. Поэтому с помощью данного блокпоста планируется усилить безопасность.